Начнем с главной новостью дня. Это взрыв больницы в Газе. Константин, эта трагедия, видимо, станет новым толчком напряженности на Ближнем Востоке. Безусловно. Если говорить о том, куда сейчас прикованы все взгляды, где фокус внимания, безусловно, это Ближний Восток. В этом смысле те события, которые происходят в Карабахе или те события, которые происходят в Украине, отходят на задний план. Это ясно. Да, да. Иордания отменила саммит с участием Байдена. Вот и новый поворот ситуации. Я, честно говоря, не стал драматизировать, потому что, зная об отношении в арабских странах к палестинцам, полагают, что никто за них воевать не готов. Их не готовы принять в качестве беженцев, их не готовы поддерживать прямой вооруженной силой. Все, что может быть, это резкие заявления, это ужесточение риторики. Да, безусловно, есть риски того, что ситуация обострится, что в конфликт мешается Хизбалла, прокси Ирана, что в конфликт будет втянут Ливан. Но я бы все-таки не драматизировал. То есть я не считаю, что мир стоит на пороге Третьей мировой войны. И я бы без приказа понимаю, что арабская улица и арабские элиты – это разные вещи. Одно дело штурмовать посольство, а другое дело объявить войну Израилю. И даже Иран, по-моему, сейчас на это не готов. Все же наземное вторжение в ГАЗу отменяется или откладывается? Я не занимаюсь планировкой военных операций Израиля. Я предполагаю, что все-таки вторжение в ГАЗу будет, поскольку Израиль должен быть последовательным и идти до конца. Если они не разгромят Хамас, это будет вечной угрозой. Другой вопрос, что делать дальше? Даже Байден не сторонник оккупации ГАЗа. Можно, конечно, ГАЗу передать под управление ООН. Самая большая проблема Израиля – это найти адекватных палестинских политиков. Махмут Аббас уже стар и не настолько популярен. То есть есть серьезная проблема. А с кем и о чем можно договариваться? Договариваться пока ни с кем и ни о чем. Но вообще, честно говоря, я не считаю, что для Армении сегодня главное событие – это то, что происходит в ГАЗе. Наверное, главным событием было то, что сегодня прошло в ТАСС, в ленте ТАСС, когда неназванный, восстановленный источник из российского руководства заявил, что Армения превращается в Украину номер три. Да, это звучало сегодня. Мы к этому обязательно вернемся. Но еще одну вещь надо понимать. У берегов Израиля сейчас и американские, и турецкие корабли. Вам это понятно? Ну, видите, в чем дело. Начнем с того, что Турция, если и могла бы играть какую-то роль, то в первую роль, как обычно, роль миротворца и посредника. Турцию волнует то, что происходит в Сирии. У Турции и Израиля в последние годы было сближение. Но сейчас, понятно, Эрдоган не может не идти в общие колонии со всеми остальными мусульманами, осуждающими то, что они называют агрессией Израиля против ГАЗа. Я Израиль осуждать не собираюсь, прямо скажу, потому что, с моей точки зрения, виноватой стороной в данном случае является Хамас, который начал боевые действия первым. Израиль не с палестинцами воюет, а воюет с Хамасом. Я, конечно, прекрасно понимаю, что сейчас эмоции будут выплескаться через край. Но есть одна очень серьезная проблема. Эту проблему, кстати, недавно здесь, в Москве, обозначил посол Израиля в России, давая интервью РБК. Израиль всегда был готов к компромиссу. Вопрос, с кем договариваться и о чем договариваться. Можно вспомнить, допустим, план Трампа, который предполагал создание палестинского государства, правда, без столицы в Восточном и Восточном Иерусалиме. Можно вспомнить Ольмирта и его попытки договариваться с арабами. Но как только речь вставала о том, чтобы, например, признать право Израиля на существование, я даже не говорю, ну, скажем, во время Ольмирта, что палестинская автономия категорически отвергала возможность своей демилитаризации. А Хамас вообще не признает право Израиля на существование. Так вот, вопрос, с кем и о чем можно договариваться. А то, что там сейчас американцы демонстрируют свои возможности, это предупреждение Ирану. Что касается Турции, ну, Турция есть свои интересы. Они не совпадают с интересами Ирана, они не совпадают с интересами Хамаса. Они лежат в русле, скажем, не в османской политике, то есть ответственности за те штуркаманов и вообще ответственности за те территории, которые когда-то входили в османской империи. Да, одной из такой территорий была Силия. И я думаю, что здесь вещь идет не о том, что Турция готова подыграть кому-то и обострить ситуацию, вступив в конфликт с Израилем. Упаси Бог, Турция страна НАТО. Но турки пытаются играть ведущую роль не только на Южном Кавказе, но и на Ближнем Востоке и вообще всячески показывать, что они имеют субъектность, что у них есть вооруженные, неспособные вооруженные силы, у них есть военные корабли, и что они могут решать проблемы как за столом переговоров, так и военных. Еще один парадокс. В Турции протесты против Израиля, а Азербайджан, можно сказать, стратегический партнер Израиля. Ну, в Турции протесты против Израиля тоже разгоняются полиции. И там достаточно много пострадавших. То есть протесты в Турции, они отличаются от протестов в некоторых других странах. Что касается Азербайджана, то да, Азербайджан и Израиль партнеры, в том числе и в силу понятных отношений Азербайджана и Ирана. То есть поскольку Азербайджан и Иран точные союзники и даже не партнеры, поскольку время-то всплывает тема южного Азербайджана или иранского Азербайджана, поскольку Израиль и Азербайджан сотрудничают в военно-технической сфере, ну, было бы странно, если бы Азербайджан сейчас весь со всеми громко осуждал Израиль. Но это реальная политика, это совершенно нормальная. На самом деле израильтяне очень сильно обижаются на армян. Я регулярно читаю израильских публицистов, которые очень сильно обижаются на армян. Говорят, что пока еще не нашли ни одного армянина, который посочувствовал бы Израилю. Я не знаю, так это или не так, но, в всяком случае, господин Эйдельман, есть такой достаточно известный израильский политолог, утверждает, что это так. Да. Ну, помощь Израилю будет ощутимым. Это уже видно сегодня. А вот Армения в 44 дня воевал в одиночку. Ну, Израиль... Суравните бы это. Давайте начнем с того, что все-таки Израиль субъектен, и даже Америка ему во многих вопросах не указ. Раз. Америка союзник, безусловно, но Израиль – это страна суверенная, которая сама принимает решения. И даже с точки зрения Байдена по поводу вторжения в газу не является для Израиля абсолютным. Израиль сам решает. Это раз. А что касается союзников, да, Израиль... Я знаю, что в армянской политологической среде когда-то обсуждалось, что нужно быть как Израиль, быть, например, с Израиля. Но для этого нужно действительно быть Израилем. Для этого нужно, чтобы женщины служили в армии, чтобы служба была обязательной. Для этого нужно быть высокотехнологичными. Для этого нужно, чтобы диаспоры армянские активно вкладывались в Армению. То есть, собственно говоря, могла Армения пойти... Да, я согласен. Это все насущные вопросы для Армении.